Всем привет! Вы на канале Ежевичка. И сегодня я покажу подарок дяде друга. Да, у нас есть такой друг, дядя Даня. Он наш зритель нашего канала, наш подписчик. И вот он нашей Ежичке прислал подарочки. Показывай, Ежичка. Первый, вот такие ножницы, они волнистые. Да, это не обычные ножницы, это фигурные ножнички называются. Сейчас Ежичка покажет, как им пользоваться нужно. Вот, смотрите. И получается вот такая волна. Дай я ближе покажу. Получается волна, то есть не просто линия разрезана, а волна. И можно сделать разные красивые штуки при помощи этих ножниц. Да? Давай дальше. Дальше. Что еще было в посылочке? Вот такая была папка. Такая папка. Большая. Для мальчиков. Это папка по трудам, да, скорее всего? Да, для мальчиков. Для мальчиков или для девочек, для всех. Машинка. Да? Давай дальше. Да, я люблю машинки. Ну, ты же не любишь машинки? Дальше, поехали. И тут можно ходить, что хочешь. Смотрите, тут надо кородав и ледейка. Тут, а что это? Циркуль. Циркуль. Кородав, ледейку. Флобастер вот такой. Клей. Я не помню, что это. И ножнички, да? Да, пацаны. Ну? И ножницы. Да, и ножницы. А, это нитки, нитки. Все, я увидел. Нитки, нитки и иголка. Да, я увидел теперь. Ну, давай дальше. Что еще было? Вот такие. Они какие-то тут привязаны. Привязаны, да. Ну, можно просто их отрезать. Чтобы не терялись. А зачем? Так они зато никогда не потеряются. Не, ну как я. Это надо с папкой ходить. Да, это надо ходить и наставать. Давай дальше, смотрите, что еще было. Вот такая линейка. Она, она такая, ну, она металлическая. А, металлическая, да, красивая. Какие-то, да, сантиметром. На сколько сантиметра? Пять сантиметров и шесть это. Как-то там, я не помню. На пятнадцать сантиметров линейка. Да. Пятнадцать сантиметров. Это такой гуашь. Гуашь, краски. И мы уже даже с Викой придумали, да, можно будет делать раскраску на лице. Да. Красиво. Нам как раз таких красок не хватало, чтобы прикольных зверюшек рисовать на лице. Ну, вот специальные такие краски. А я сегодня маму. Да. Это мы расскажем в другом видео. Да, сегодня Вика меня накрасила, тестировала на мне макияж. Но, правда, она пользовалась настоящей косметикой. Но вот теперь у нас есть вот такая детская косметика, детские краски для разрисовывания лица. Очень круто. Мы такие штуки любим. Мы часто и на Хэллоуин, да, делаем разные макияжики. Да. Можно. Ей, папа напугать. И на другие праздники мы тоже делаем макияж такой, ну, веселый на лице. На Новый год. На Новый год можно сделать, да. А можно еще... На Пасту. А можно просто взять, например, и в следующем видео ребятам показать вариант детского макияжа, который мы делаем. Ставьте лайки. Мы можем друг другу сделать. Да, или друг другу по травам. Снимем такое видео? Да. Да. Ставьте лайк, ребят, если хотите на нашем канале видео про макияж с красками. И давайте уже сто тысяч. Так, сто тысяч. Показывай дальше. Показывай дальше. Что еще было? Набор. Набор. Цветного картона, да. Такой тут мишка красивый нарисован, собачка. Очень яркий такой рисуночек. Да, Вика будет что-нибудь вырезать. Кстати, знаете, ребята, подожди, не перебивай. Знаете, ребята, у нас есть идея. Каждый год, и, наверное, вы тоже с родителями этим занимаетесь, либо сами. В зависимости, да, от вашего возраста. Ну, я думаю, все, каждый ребенок перед Новым годом всегда вырезает снежинки, которые впоследствии там клеятся на окна или где-то в квартире, то есть как-то украшается дом. Мы можем вот тут. Да, или украшается как-то дом-квартира при помощи новогодних снежинок. Так вот, у нас, Южевичка, есть в этом году идея. Мы каждый год вырезали белые снежинки, как все, да, стандартные снежинки. А в этом году мы хотим попробовать вырезать снежинки из цветной бумаги. Мне кажется, это будет необычно и очень креативно и красиво, да, будет смотреться. Попробуем? Поэтому, да, в этом году в наши планы входит цветные снежинки делать. Показывай еще, что было. И, ребята, вот такая здесь книжечка. Книжечка очень хорошая. И еще, мы на продленке, на уроке, у нас здесь 15 или 20 минут, мы читаем, он буквально читает книжки. Вера приносит, я тоже могу принести. О, давай, да, это отличная идея. Принесешь и весь класс послушает, да, эту историю. Эту историю, давай покажу ребятам, чтобы они видели обложечку. Я думаю, кто-то из вас уже видел такой мультик. Это мультик из такой Петра Пьяточкина. Очень веселая эта книжка на украинском языке. Яг Петра Пьяточкина, слоники с Краховов. Если на русском говорить, как Пяточкин слоников считал. Пяточкин, на миру. Да, очень-очень классная, добрая детская история, детская сказка такая. И я думаю, что как раз для школьного возраста всему Викиному классу понравится обязательно эта книжка. Мультик, а что нюхает. Ну пусть нюхает. К нам кошка пришла. Вот, поэтому всему классу, я думаю, понравится. И отличная идея возьмешь ее. Кто знает эту петру, напишите в комментариях. Олена, она на украинском. Олена, на русском не Лена, в общем. Не Елена. Олена, это на украинском. Я знаю, но не Елена. Ну если я по-русски к ней. На русском не Елена. На русском Елена. Да, да. Мария. Мария, это я. Мария уверена. Ну не балуйся, все, показывай, да. Хорошо, хорошо. Так, это нам не надо, это бумажка. Дерево и человечек какой-то. Показывай, ну зайка, не затягивай. У нас еще много чего есть показать ребятам. А мы уже на 8 минут наболтали, так что давай. Что еще? Читать. Опять. Цветная бумага, да? Нет. Что это? Ну, цветная, картон. А это тоже картон. А это бумага, это картон, а это бумага. Разная. Вот это как раз для... 14... Том 14. 14 листиков. Дай я покажу поближе. Стомик, стомик. Смотрите, ребята, стомиком. По-моему, ты снимала обзор на Тома, да? На свой канал. Летсплей снимала или нет? Том за золотом снимала ты? Да. Когда я была с бабулей. Да, вот видишь, книжечка у нас теперь, не книжечка есть, а обложка на цветном. Именно вот это, кстати, мы будем использовать для снежинок. И знаете, ребята, кто играл в игру Том, подписывайтесь на канал. Да, подписывайтесь. Сними обзорчик на эту игру посвежее, то это уже старенькое видео, его тяжело будет найти. Сними новый, например, обзор на эту игру. Ну, в каком-то скором времени. Снимешь? Угу. Это тоже цветная бумага, только уже огромная. Вау. Дай покажу ближе. Да, я там показываю, но дай покажу. Вот, смотрите, такая цветная бумага. Таблица у нас. Да, теперь у тебя есть таблица прямо дома, чтобы помнить табличку. Скажите задачу одну, 5 умножить на 8 и 5 умножить на 9. Напишите ваши ответы в комментариях. Да, кто отгадал, тому посылка. Ну, сразу. Ты что, дадёшь, да? Да. Давай покажи. Покажи, покажи. Ну, кто ответит правильно? Покажи ребятам. Сейчас. Пишите в комментариях ваши ответы. И, кстати, да, таблица... Э, не показываю. Табличка... А, я другой лист покажу, хорошо? Табличка сделана очень красочно, красиво. С разными сказочными героями. Вот видите, тут каждый просто... О, и дали. Листочек... И ещё. Подожди ты, подожди. Каждый листочек, на каждом листочке написан стишок, нарисован рисунок и сам пример с табличкой умножения. Опять умножаем на 7. Очень классно. Будем учить, да? Складывай. Поросёнок. Складывай. Очень красочная таблица умножения. Мы такой ещё даже никогда и не видели с тобой, да? Складывай. Будем дальше показывать. Да? Будем учить с тобой. Мне кажется, это очень вот здорово, когда такие вот полезные вещи, как таблица умножения, выполнены настолько красочно и здорово. И ребёнку будет интересно, и да, и полезно. И за осу. Да, и стишок там есть, который можно прочитать, либо выучить. Здорово. Мы это показывали, по-моему. Нет. Нет? Тут две. А, ну показывай, показывай. В общем, у нас цветной бумаги целая куча. А вот это вот что такое у тебя лежит? Не-не-не, не это. Это цветная бумага. Вот набор, какой-то набор. Это можно показать? Нет, вот это рядом. О-о-о. А это что? Акварель. Акварель? А, это краски. Будем рисовать с рыбками такие. Ой, красиво. Вика любит рисовать, да? Ну да, я все люблю свои родители рисовать. Да, Вика очень часто приходит. А сегодня, ну когда-то сделала, там мама, папа. Да, Вика очень часто приходит из школы и дарит нам красивые рисунки. Это правда. Да. А вот это что? Не-не, вот это. Кто умеет читать, можно тебя прочитать. Набор. 10 секунд. Набор для детского творчества. В общем, мы еще не разбирали, что там за набор. Ну да. Ну, написано, что развитие эстетического мировоззрения, воспитание художественного вкуса. В общем, и нарисовано, что вот много разных таких штучек можно сделать. Будем разбираться. Посмотрите, что тут. Да, мы еще не открывали, а ты уже открывала? Посмотрите, что тут. А ну, покажи. Похоже на цветную бумагу. Не, ну оно такое. Хотя, где-то... У тебя была цветная бумага с таким... Точно такая же. С таким же листиком, да. Смотрите, радуга. Листиком. Ну, она уже некрасивая, да? Твоя старая? Ну, да. Ну, это такая новая. Да, не блестит? Да. Здорово. Но что-то еще сильнее блестит. Сокровная пауза. Что еще сильнее блестит? Сейчас покажу. Это солнечный зайчик делает. А тут блестки. Угу. Рекламная пауза. Ты хочешь сложить сразу просто? Покажи. Ой, я чуть не переграла телефон, ребят. Я вас чуть не выронила. Ты рискуешь. Я чуть не выронила наших подписчиков. Подписчиков. Виколь, показывай последнее. Потому что на самом деле, ребята... Смотрите, какие крутые наклейки. Кто знает этот мультик? Кто знает, мультик написано «Аватар». Я не видела этот мультик. Нет, нет. Но это наклейки с блестками. Давай скачаем этот мультик. Давай. Посмотрим обязательно, да? Если там не будет ужастика. Красиво. Но я не думаю, что будут ужастики. Посмотрим. О, мне нравится вот это сердечко очень. А я думаю... А ты наклеила куда? На холодильник. На холодильник. Ой, ребята, когда-нибудь мы для вас обязательно снимем обзор наших магнитов, наших наклейок на холодильнике. У нас очень заклеены холодильники. Разные. Потому что я всегда хочу... Хочу красан, 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 красан. Да, Вика когда-то с круассанов коллекционировала... Да, я просто... Магниты, да, это были или наклейки? А, ну... Наклейки или... Я не помню. Да. Магниты или наклейки, не помню. Ну, там были, там были фишки, а на фишках была, ну, наклейка иногда. Ага. И, в общем, Вика долго это коллекционировала, а потом в какой-то момент уже она начала покупать эти круассаны, но забирала... Нет, я просто выпрашивала. Да, выпрашивала, забирала вот эти наклейки или магниты, я не помню уже, что там было. Нет. А круассанами кормила меня. Я помню. Нет, я помню, что я у папы выпрашивала, ну, ну, круассан, а он говорит, ты точно будешь есть? Да, я точно буду есть. И потом... А потом, да. И потом я приду домой. Мама, ты будешь круассан? Нет, нет, я ем чуть-чуть и потом... Мама, я уже не хочу купить... Задешь мой круассан, да-да-да. Ну, в общем, да, и Вика долго меня кормила, а там вкусные такие брусные, круассаны с шоколадом классные. Да. А теперь появилась новинка. И это красаны, ну... С миллионами, по-моему, они были, что-то такое, да? С миллионами были. Вообще, ладно, мы... Нет, теперь уже вышла новинка. Какая новинка? Помнишь, мы смотрели мультик, ну, там вампир есть, помнишь, маленький... Маленький вампир так и назывался он, Маленький вампир. Нет, Маленький ребенок, вампир. Маленький вампир он так и назывался. Если это то, что я вспомнила. Нет, ну, помнишь, там был злодей. Ну, Маленький вампир. Нет, там просто был большой вампир. В общем, я не помню. Маленький ребенок. Вот, и на ощупь, кстати, ребята, эти наклейки очень мягкие, они такие необычные, прям мягенькие-мягенькие. Потрогайте. Потрогайте, да, может, видите, да? Насколько вот они... Такие объемные, во-первых, мягкие и блестящие. А вот две. Да, прикольные. В общем, да, вот такие подарки были у ежевички. На самом деле, ребята, сейчас мы снимаем для вас видео, и уже 10 часов вечера... А еще Вера приносит книжки. Да? Передай Вере привет. Вера, если ты нас смотришь, то привет тебе. Зайка, ты забыла попрощаться с ребятами. Я читаю книжку. Ну, не будем отвлекать. Всем спокойной ночи. Все, пока. На самом деле, мы в 10 вечера снимаем это видео, потому что... У кого-то вам хорошо. Да, доброе утро вам. А мы уже пойдем готовиться... А нам в кафете спокойной ночи. Да, мы... Спокойной ночи. Мы готовиться к основам, что в 10 вечера... А я не ва. Пока Вика поделала все уроки, уже очень стемнело, но нам хотелось снять для вас видео, поделиться с вами. А что я делаю? Потому что ты хочешь спать. Поделиться с вами хотелось подарочками, которые дядя Даня нам подарил. Что мы скажем дядя Даня? Он посмотрит это видео, если ты честно говоришь. Спасибо! Спасибо большое! Все. И мы вам желаем, ребятки, классной учебы. Обязательно ставьте лайк этому видео. Я тетя. Каждый лайк приносит вам пятерки в дневник. Есть такая примета. Лайк, подписка. Смотрите, я тетя. Все, ты балуешься. Лайк, подписка, колокольчик. Всем пока!